Всем привет! Сегодня буду делать пуфик из пинтереста ярко-лимонного цвета. Проект экспериментальный, так что тратить новый материал для каркаса не буду. Возьму старый лист LDSP, который пойдет на два обруча диаметром приблизительно в 500 мм. Сверхточность здесь не требуется, так что вырезать буду лобзиком. А после, стянув два кольца струбцинами, зашлифую, чтобы убрать выступающие части. Эти два кольца будут соединяться между собой через деревянные бруски. Нарезаю таких 12 штук длиной по 10 см. И чтобы их правильно расставить, я сначала на бумаге делаю разметку циркулем, а потом переношу ее на кольца. Собирать данное колесо буду пневмопистолетом и гвоздиками на 35 мм. Чтобы зашить боковину, я сначала использовал 6-мм фанеру. Но в итоге, так как направление крайних волокон было продольным, нормально согнуть и прибить ее не получилось. Пришлось все отламывать и выгрызать. Ей на замену пошли обрезки ДВП. Они гнутся во всех направлениях одинаково. Кстати, я не сказал, что нашел такой пуфик на Пинтерест. И, как видите, у него цилиндрические ножки. Токарного станка у меня нет, так что я подумал, а почему бы не заказать изготовление таких ножек у других мастеров, которых в моем случае я нашел в приложении Авито. В поисковой строке я вбил ножки для мебели. И из массы вариантов, как уже готовых ножек, так и услуг по их изготовлению, я выбрал вот этих ребят. Скинул им размеры и ждал звонка по готовности. На боковину пошел поролон толщиной в 10 мм, а наверх толщиной 50 мм в 3 слоя, который в процессе манипуляции с ножом принял форму полусферы. Ну, или что-то похожее на полусферу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь начался трэш. Я нашел сайт, где можно онлайн получить размеры раскроя для сферы, сделал векторный макет раскроя, вырезал ткань, заставил жену все сшить, и как я только не натягивал, как не крутил, из-за того, что у меня форма сферы не идеальная, и ткань неэластичная, на пуфике остались складки. Вы думаете, на этом все? Но нет, у моей жены оставался в арсенале еще один секретный лайфхак, который заключался в том, что нужно в несколько слоев обтянуть пуфик стретч-пленкой и добавить немного малярного скотча, порезать ее на 4 части и получить готовое лекало. С одним небольшим но. Кристина сказала, что нужно увеличить число сегментов до 12 штук, но я решил, что оставлю 4, все-таки на картинке их ровно столько. И спойлер, надо было делать 12. Ну а пока чехол сшивается, я съездил забрать готовые буковые ножки. Чего им не хватало, так это покрытие маслом. В прошлом ролике я уже протестировал масло для посуды от фирмы Maslow, и сегодня я воспользуюсь также этой фирмой, но масло идет для рабочих поверхностей и мебели. Перед нанесением я зашлифовал ножки 320 зерном и продул от пыли. Масло нанес с излишком, а через час убрал лишнее тряпкой. Все-таки в итоге я добавил еще слой синтепона, чтобы он помог растянуть все складки. Чтобы скрыть скобы и место соединения купола и боковой стенки, я добавил кант. Ножки будут притягиваться изнутри саморезами, так что заранее засверливаю в них отверстия. Но пофиг, а закрываю спанбондом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok